Пинская школа хоккея с шайбой – одна из самых молодых в стране. Первые ласточки-выпускники, став настоящими мастерами и ведущими игроками самых именитых команд страны, прославили не только родной город, но и отечественный хоккей. Их достижения стали отправной точкой создания специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва. Знаменательным в биографии хоккея, начало развития которого положено в 2008 году, стал сезон 2021-2022 года. Золотую победу одержала команда «Пинские ястребы» 2006. Она чемпион первенства Республики Беларусь по хоккею с шайбой. Заслуженные награды тренерам и игрокам, кубок и золотые медали вручил команде председатель Федерации хоккея Александр Богданович. Подробности у нашего корреспондента Натальи Шостаковой. Закрытие сезона 2021-2022 в Пинской специализированной детской и юношеской школе Олимпийского резерва по хоккею стало настоящим праздником. Итоги сезона, как и деятельности самой школы, впечатляют и радуют. Невзирая на то, что в нашей школе не очень много лет, но пусть мы, кто-то скажет, медленно, но уверенно движемся вперед. Передача есть, есть хорошие воспитанники, которые у нас выступают, национальные сборные команды, которые выступают за другие клубы. В экстралигии многие ребята наши выступают, поэтому нам, пинчанам, уже есть чем гордиться. В этом году, 2006 год, возраст нашей ДЮС США заняли первое место в республике среди своего возраста. Это грандиозное событие для нас, пинчан, для нас это очень серьезный результат. Наша команда «Пинские ястребы-2006» обыграла таких признанных грандов, как столичные юности «Динамо». Можно быть уверенными, в будущем многие выходцы из пинской школы хоккея смогут сыграть в высшей и экстралигах. И, конечно, прославлять нашу любимую команду «Пинские ястребы». Делаем акцент на развитие местных хоккеистов. Планируем поставить задачу, чтобы 60% состава команды было местных воспитанников. Для этого на сегодняшний день сделано очень многое. Есть договоренности с Полесским государственным университетом, помощь исполкома, помощь спонсоров. На сегодняшний день мы будем развиваться семимильными шагами. Праздник спорта и его достижений, закрытие сезона, приобрел особое звучание в преддверии Дня работников физической культуры и спорта. И грамотами, благодарностями, памятными подарками были отмечены лучшие игроки и тренеры. Их вручали и поздравляли начальник отдела спорта и туризма Пинского госполкома Сергей Владимиров, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович и ректор Полесского государственного университета Валерий Дунай. И это вовсе не случайно. Именно содружество, партнерство и заинтересованность в развитии спорта номер один в нашем регионе напрямую связаны с теми, кто понимал и понимает важность этого. Благодаря Пинскому городскому исполнительному комитету, благодаря вот этой поддержке местной власти, благодаря родителям, которые ведут этих деток на такой вид спорта, как хоккей, как фигурное катание, желающих очень много. Местная власть поддерживает это финансово и небезучастно остается и Полесский государственный университет, который на сегодняшний день выделен нам и площади, где размещены наши тренеры, наш административный корпус. Я посетил сегодня Полесский университет. Очень здорово видно взаимодействие, то, что ректор идет сегодня на уступки, позволяет нашей детской школе развиваться и предоставляет площадки в ущерб экономическим каким-то составляющим. Это очень здорово, что все понимают, что это государственная программа, это наши дети, и они должны заниматься спортом. И, конечно же, стоит отметить местные органы власти, которые поддерживают, вкладывают в этот вид спорта, вообще развивают спорт в этом регионе, поэтому нельзя не отметить и местные органы власти. Проект под названием «Пинский ястреб и Полесский государственный университет» состоялся. Мы победили, победили в нашей республике, всегда приятно побеждать. Более того, мы сейчас определяем дальнейший вектор нашего развития. Сегодня мы с Александром Вичером проговаривали и о научной составляющей проекта. Мы будем подключать науку, потому что, понятно, это университет, у нас есть возможности, у нас есть потенциал. Я думаю, что это будет точка роста. В дальнейшем будем развиваться и стремиться к новым победам. Сегодня Пинчанам есть чем гордиться. Это и школа фигурного катания, воспитанники которой украсили праздник, и сотни подрастающих юных хоккеистов, которые постигают мастерство уже с 5-7 лет. И для развития их талантов и способностей в нашем городе созданы просто замечательные условия. Это отметил и председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович. Замечательно и очень здорово, что такой замечательный регион, замечательная арена, замечательная школа, руководители молодые, перспективные, тренерский штаб хороший. И очень здорово, что даже за такое небольшое время вы уже стали чемпионами, и ваши возраста бьются с такими сильными командами, которые были уже победителями республиканских соревнований. И у вас есть этот чемпионский титул, поэтому я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, чтобы имена, которые вы раскрыли, и тот тренерский опыт, который приобрели, дали еще нам десяток фамилий, которые у вас есть. Продолжение следует...